Лишние визиты к врачу могут стать платными. Нормы по посещениям врача и вызову скорой помощи для работающего населения предлагают ввести эксперты научно-исследовательского финансового института. По мнению инициаторов, бесплатная медицина должна остаться только для детей, инвалидов и пенсионеров. По мнению высшей школы экономики, деньги в здравоохранении тратятся неэффективно. Например, люди привыкли вызывать врача на дом при повышении температуры или гипертоническом кризисе, хотя в состоянии сходить в поликлинику. Сэкономить можно и на вызовах скорой, ведь около половины вызовов ложные, то есть пациент не настолько болен, чтобы не дойти до врача самостоятельно. Кроме того, считают экономисты, если люди начнут доплачивать за свое лечение, то их здоровью они начнут относиться ответственнее. В финансовом институте уже подготовили конкретные предложения. Вызвать скорую бесплатно можно будет не чаще четырех раз в год, дальше только за деньги. Визит в поликлинику к терапевту не больше восьми раз, все, что свыше, через кассу. Платную работу поликлиник предлагают сделать нерабочие часы и по субботам. Именно в это время к врачу стараются попасть работающие граждане. Кроме того, если хочешь проконсультироваться у высококвалифицированного врача, изволь заплатить. Вызов доктора на дом и вовсе хотят оставить только для детей и маломобильных инвалидов. Впрочем, Минздрав к такой инициативе пока холоден. Врачи считают, что подобный сценарий может привести к росту осложнений у хронических больных и увеличению инфарктов и инсультов. Сейчас в Минздраве разрабатывают программу дополнительного страхования ОМС+, которая предусматривает соплату со стороны пациентов. Но речь в ней идет не о базовой помощи, а о новых ультрасовременных способах лечения и комфортных условиях их получения. Александр Мачуряни, Амурская служба новостей.